Новость о беспорядках в Донецке, Луганске и Харькове в США и Европе восприняли как возможное начало аннексии восточных районов Украины и России по крымскому сценарию. Госсекретарь США Джон Керри предложил в ближайшие дни провести переговоры в четырехстороннем формате с участием России, Украины, США и Евросоюза. Президент Чехии призвал НАТО ввести войска, если Россия попробует вмешаться в ситуацию. Реакция остальной Европы показывает более сдержанно. За международные реакции на украинские события сегодня следит мой коллега Евгений Маслов, который присоединяется к нам сейчас. Женя, добрый день. Какие прогнозы дают на Западе о дальнейших действиях Москвы? Да, вы знаете, похоже, на Западе не знают, что именно сейчас от России ожидать. Представитель, новый представитель США в Евросоюзе даже заявил, что то, что происходит, это лишь начало истории. Он не стал даваться подробностям, но очевидно, что имеется в виду то, что кризис на Украине не будет разрешен быстро. И то, что пророссийские настроения на востоке Украины Москва будет использовать как рычаг давления на Киев. В Праге, действительно, в Праге, где помнят еще на улицах советские танки, предложили в случае, если Москва ответит на призывы пророссийских митингующих, пророссийски настроенных митингующих на улицах Донецка вести миротворцев. НАТО уже не ограничивается лишь расторжением сотрудничества с Москвой, а также вести свои войска на Украину. В Германии, тем не менее, Германия, как известно, в последнее время берет на себя роль посредника в отношениях между Евросоюзом и Россией. В Германии, тем не менее, высказываются не столь категорично. Официальный представитель правительства ФРГ Франк Штанмайер призвал Москву отвести войска от границ с Украиной. Мы продвинемся вперед лишь в том случае, если не будем вести переговоры, исходя из подозрений в адрес другой стороны. Что касается ситуации в восточных регионах Украины, мы просим Россию не нагнетать там ситуацию и не вмешиваться в происходящее. Также просим Москву воздержаться от комментариев. Российский МИД ответил сегодня незамедлительно. Он отрицает обвинения в том, что Россия якобы причастна к акциям протестов в восточных областях Украины. Все эти обвинения в Москве называют необоснованными и советуют Западу перестать кивать на Россию и обвинять ее во всех бедах сегодняшней Украины. В Париже, между тем, сегодня на парламентской ассамблее Совета Европы вновь подтвердили, что не признают итогов референдума в Крыму. И также заявили, что не будут признавать никаких других референдумов в восточной части Украины, если они будут идти в разрез Конституции Украины. Представители Белого дома в Вашингтоне сегодня заявили о том, что у них есть основания полагать. За акциями протеста на востоке Украины стоят политические силы извне. При этом не стали делать никаких обвинений в адрес Москвы конкретно. Я могу подтвердить, что у нас есть данные о том, что по крайней мере часть демонстрантов проплачивалась. Нам также известно, что ряд участников протеста не из Донецка. Они находились там с тем, чтобы дестабилизировать ситуацию в целях провокации. В Белом доме сегодня также подтвердили, что не будут признавать никаких результатов референдумов на Украине, если они будут идти в разрез с Конституцией Украины. Если это произойдет, то, как считают в Вашингтоне, это будет не более, чем политическим театром. Другими словами, так или иначе, чего ожидать от России сейчас на Западе не знает никто. И все будет зависеть от того, какие дальнейшие шаги будет предпринимать Москва. Валерий. Спасибо, Женя. Это был мой коллега Евгений Маслов, который следит за реакцией Евросоюза и США на события на востоке Украины. Продолжение следует...